были ли случаи и вообще как можно обмануть каску это тоже любимая тема тоже у нас ну естественно что русский менталитет русский человек он ну очень любознательный ему интересно сломать систему не потому что он плохой потому что ему просто интересно что там внутри вот поэтому обман это первое о чем идет заходит обычно речь значит то есть возможность поместить какой-то предмет похожий на голову в каску но при этом каска должна как каска будет просто говорить что она к верху дном да то есть в каску что положите круглая там или руку засунете как-то так вот изображая голову то каска будет к верху дном и будет сказано об этом нашего голова вроде присутствует но человек на руках вряд ли стоит да поэтому это попытка обмана это будет видно прямо базе данных появится такая строчка некорректное положение каски попытка фальсификации если закрепить этот предмет с помощью которого мы изображаем голову как-то и на него взгромоздить каску все-таки в нормальном положении то дальше придется все время эту конструкцию трясти потому что она через 60 секунд придет состояние неактивности и даже если вы обманули ее она просто заснет через 60 секунд начнут все время потряхивать еще в общем это довольно сложно ее обмануть некоторые наших конкурентов просто ориентации каски эту проблему пытаются решить что если каска вот таком положении начнем на голове если она вот таком то нет но это не очень эффективный способ у нас вот такая сложная система сканирования головы инфракрасными лучиками но это пришлось потратить около года на эти изыскания довольно сложная история но мы все-таки научились определять голову отличать этом от других предметов и совместно с ориентацией неподвижностью проблема обмана у нас достаточно эффективно закрывается то есть пока что у наших заказчиков каких-то зарегистрированных случаев серьезного обмана но в общем не было но я думаю что если он сказать вы видите какие-то неполадки наверняка сразу такие случаи разбираются и больше при в целом не повторяются да ну да известно на на система на производстве